В чем особенности выбора квартир в Буэнос-Айресе для семьи с детьми? Да на самом деле огромное количество. Буквально вчера мы вместе с нашими друзьями, ребятами из Blacksmith Family, Саней, Олегом и Давидом выбирали новую квартиру в Палермо для них. И мы посмотрели несколько вариантов. В них в каждой есть какие-то свои особенности. Есть вещи, на которые нужно обратить внимание. Есть плюсы и минусы. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Добро пожаловать в бассейн. Но зато часто вот такое будет у вас на крыше. Это хорошо, если будет. В Париже это вот эта вот вещь, это гриль. Если бы мы слышали, чувствовали этот запах. Самый первый большой вопрос у всех. И мы с этим столкнулись, и все нам его задают. Почему агенты берут, которые сдают квартиры непосредственно 20% и при этом еще ничего толком не делают потом? И каждый месяц эти 20% и есть, и квартиры без этого. 20% агентской комиссии. Это связано со спецификой рынка Аргентины, бизнеса. Так бизнес выстроен, что исторически сложилось, что собственники квартир обращаются в агентство. Для чего? Для того, чтобы избежать дополнительных задач. Нужно понимать, что Латинская Америка это в принципе страна неспешных людей, которые ну как бы избегают лишних телодвижений. Им гораздо проще поручить кому-то, ну вот и даже кому-то заплатить, потому что ну там есть разные схемы взаимодействия между собственником и агентом, но зачастую как бы агент получает соответственно комиссию, в том числе за свою работу, от собственника. Вот и вот они это отдают все в агентство, и дальше агент уже формирует цену таким образом, которым хочет ее сформировать. То есть он может выставить эту квартиру и даже более чем за 20 процентов. 20 это не предел, да. Бывают комиссии 35 процентов, бывают, например, комиссии 20 процентов плюс ИВА, так называемый, это НДС, а НДС 21 процент в Аргентине. Вот, но комиссия может быть и ниже, то есть на самом деле она может быть и 15 процентов, и 10, и 5, ну вот, но это как бы речь уже конечно идет про долгосрочную аренду и долгие контракты. Либо если договоритесь, мы например, там наш владелец сказал, давай без комиссии, без агентства, потом дальше, потому что долго снимаем, но так не всегда. Так не всегда, вот например, там у меня лично не получилось таким образом договориться с собственником, то есть собственно не сказал, что у меня есть такой некий кодекс, как это, чести, слово, то есть если я уже начал работать каким, ну, со своим агентом, я, говорит, с ним работаю уже 15 лет и, к сожалению, нет. Ну, это нормально, да, у нас просто разовый, но лучше и все. Мы находимся на просмотре, это входная группа, лифт, здание новое. Мы вошли в квартиру, первый объект, который предлагаю посмотреть, это ванная зона, здесь соответственно, ваши гости могут помыть ручки. Все находится рядом, рядом с кухней. Кухня, она совмещена в, соответственно, с living, это зал или гостиная и, как правило, в аргентинских квартирах именно таким образом выстроена конструктив в квартирах. Что касается техники, то мы видим здесь новый холодильник, он сейчас не подключен, поэтому свет не работает. Вот здесь также оборудована кухня и чайником, и кофемашиной, и тостером. И, что немаловажно, здесь есть плита на 4 комфорки, что тоже не всегда стандарт. Иногда встречаются плиты с двумя комфорками, это жутко неудобно, особенно, когда у тебя есть ребенок, поэтому, когда есть 4 комфорки, это суперклассно. В принципе, все очень удобно. Важно отметить, что так как здание новое, то в нем тоже нестандартная планировка. То есть обычно в аргентинских квартирах исторически заходим и попадаем в узкую и длинную такую вот кухню или комнату. Да, то есть обычно как раз-таки они более узкие, и из-за этого мало света. То есть особенно вот та часть, которая в глубине расположена, да, если какой-то рабочий стол или та же кухня, в глубине, то свет просто не попадает на нее. Вот в данном случае перед нами распакивается такое большое широкое пространство. Здесь хочется уже дышать, здесь как будто уже и потолки повыше, и вообще есть куда передвигаться. Спальня. Спальня. Важно отметить то, что здесь тоже так как новый дом, то, соответственно, окна в пол, хорошие стеклопакеты. Несмотря на то, что мы находимся рядом с улицей, мы можем увидеть из окна движение автомобилей и магистраль. Вот здесь, если прислушаться, довольно тихо. Самый кайф вот там, и вообще для меня, как для девушки, это супер важная вещь, которая находится вот здесь буквально в двух шагах. И это гардеробная. Это просторная гардеробная. Это вообще супер редкий случай в аргентинских квартирах. У них не принято выстраивать гардеробные комнаты. И здесь вот именно в таком европейско-американском формате уже выстроена, она заложена в архитектуру. Вот здесь огромное количество отсеков, как мы видим, и выдвигающиеся ящики, в которых можно хранить какие-то мелкие предметы. Ну и, соответственно, есть отделение для длинных каких-то платьев в пол или верхней одежды, пальто и так далее, чтобы оно не помялось. То есть тоже очень важно здесь все это запланировано. Ванная шикарная. Ванная шикарная, потому что здесь, конечно, видно тоже, что вложились и не пожалели на ремонт. То есть вот эта вот плитка с этим рисунком под натуральный камень очень красиво смотрится. Она светлая, в ней много света. В целом она новенькая, понятно, потому что дом новый. Вся сантехника новая, без каких-то желтых подтеков или каких-то еще дефектов, сколов и так далее. Большое шикарное зеркало. Здесь удобно, не знаю, сушить волосы и вообще в целом как бы и там макияж наносить. То есть все есть. И для купания ребенка тоже немаловажно. Именно ванная. И еще скажи по практике, почему они со шторками в Лай-На-Айресе, все квартиры даже в супер-классных ремонтах часто. Где стекло? Ну, стекло опасно, оно и имеет свойство биться. Соответственно, так как мы в основном здесь сейчас смотрим квартиры не для постоянного проживания, ну, я имею в виду не собственные квартиры, а квартиры на сдачу, то, соответственно, квартиры под сдачу изначально проектируются так, чтобы избежать каких-то дополнительных расходов в связи с обслуживанием. И если бы здесь было стекло или какая-то еще конструкция более дорогая или более... Ну, потому что, например, те же самые со стеклом вещи, за ними еще нужен правильный уход, например. То есть когда дверца со стеклом открывается, она не должна сохраняться в этом состоянии, потому что иначе крепления, на которых держится дверь, они через время становятся хлипкими и просто разрушаются. Поэтому, как бы, для того, чтобы иметь такую дорогую конструкцию ванной, нужно быть владельцем этой квартиры и за ним ухаживать, и все время, ну, как бы, правильно ее использовать. Вот, поэтому в квартирах под сдачу всегда простые решения. И вот то, что, да, хочется отметить, что даже в этих простых решениях можно найти вот такие классные, красивые варианты, как здесь. Какие основные вопросы приходят тебе от русскоязычных ребят, когда они начинают вытаскать квартиру? Вопросов очень много. В первую очередь, да, по ценообразованию, как вообще складывается цена, нужно ли платить вперед. И да, как правило, нужно платить вперед, но тоже здесь, возможно, всякие комбинации, которые я для семей, с которыми работаю, стараюсь предусмотреть. Далее, входят ли экспенсы, то есть ЖКХ и другие всякие доп. услуги, вода, интернет, электричество, все в пакет или выставляется отдельно. И это тоже бывает по-разному. Затем, а почему в квартирах нет стиральных машин? Хороший вопрос. Да, и это связано со спецификой жизни аргентинцев. То есть у них приняты прачечные, и исторически так сложилось, что в старых домах нет стиральных машин, и они пользуются прачечными. И только уже новые дома, которые построены за последние 20-15 лет, то есть реально новая эпоха, она уже предполагает, что в этих домах внизу есть стиральная машина общего пользования. Так, свет включается автоматически. Вот в этом коридоре находятся стиральная машина, стиральная и сушилка. Вот, одна стиралка и одна сушилка. Они функционируют от монетки. Вообще, обычно монетки продаются либо у Энкаргада, либо, соответственно, в специализированных помещениях. Где можно эти монетки приобрести. Нет никакого спроса на эти монетки, так, чтобы их совсем нельзя было купить, как, например, на карты Субе. Но нужно их иметь с запасом, чтобы просто берешь свою монетку, и спускаешься, и включаешь машинку. Здесь, соответственно, идет отчет времени на этом табло. И я себе обычно ставлю таймер, и через какое-то время спускаюсь для того, чтобы забрать свое белье из этих машин. Добро пожаловать в бассейн! Ну, зато мы посмотрели, видишь, это же стандартный и достаточный дома для Буэнос-Айреса. У них основной формат вот такой. Да. И часто вот такое будет у вас на крыше. Это хорошо, если будет. Да, это все верно. Здесь, на самом деле, время для проведения такое. То есть здесь могут быть расположены шезлонги. Иногда их доставляют в летний период. Иногда, соответственно, можно со своим каким-то складным стульчиком прийти. Берешь с собой книжку, берешь с собой крем для загара. Это место, где можно позагорать, подышать. Ну, с свежим воздухом городским. Вот. В принципе, и все. И дальше можно окунуться в этот бассейн, чтобы просто прохладиться, там, сменить обстановку. Здесь не поплавать совсем никак. Ну, охладиться нормально, на самом деле, для жаркого лета хотя бы так. Здесь Парижа и зал для проведения мероприятия. Он кондиционированный. Если бы мы слышали, чувствовали сейчас этот запах, пахнет мясом, очень вкусным аргентинским мясом. Здесь есть два стола, то здесь можно собрать реально большую компашку. И в том числе, что тоже не всегда располагается, это вот такой большой телевизор. Можно петь караоке, можно смотреть фильмы, можно показывать на дне рождения какую-нибудь подборку видео, там, фотоматериалов. Это очень классно, как бы, когда сумма оснащена телевизором. Здесь есть, соответственно, плита с вытяжкой. И вот это вот Парижа, то есть это то... Надо свет, наверное, включить. Прикольно, что, наверное, так... Да, Парижа – это вот эта вот вещь. Это гриль. Вот, сейчас он еще не почищен, но здесь специально обученный человек готовит его для подмероприятия. То есть здесь приходит и, соответственно, совершается уборка. Здесь бронируется. Соответственно, я уточняла, аренда этого помещения стоит примерно 3-4 тысячи песо. Прекрасно. То есть это очень дешево. Это очень дешево, очень доступно. Я тоже сначала думала, что это какая-то рекламная конструкция, каких в Москве и Питере, например, очень много. Бизнес-центр устанавливают, и здесь какая-то идет заставка, какая-то информация и так далее, какой-то контент, видео. Но на самом деле это digital security. То есть эта девушка сидит за экранами. У нее перед ней много-много разных экранов, там 20 или 30. И она, соответственно, сейчас смотрит в один из экранов. Она может увидеть нас и нам в ответ помахать, может увидеть кого-то другого и тоже в ответ помахать. То есть, соответственно, к ней можно обратиться с каким-то вопросом, она слышит, с ней есть связь. Если что-то происходит, не может попасть человек, что-то случилось, нужна помощь, вызвать чего-то, полицию, пожарных, что-то еще. То она, соответственно, все эти вопросы может решить. Также она контролирует входную группу. Она, соответственно, специально вот сейчас повернута своей камерой на входную группу и контролирует, чтобы не было случайного человека, который забежал. Легенды, которые ходят по чатам, и мы такие сегодня не смотрели, но типа я нашел за 400 и живу прекрасно. Ты видел такие квартиры сама? Если они, что они себе представляют? Ну, если мы говорим про студию, то да, как бы за 400 студию можно найти. 50 метров. Ну, да, маленькую. Маленькую студию, приличную, в принципе, можно найти в безопасном районе. Но если мы говорим про двухкомнатную квартиру, то нет. Ну, их тоже находят, но то, что мы видели по видео у тех, кто находит, там своеобразно с точки зрения захотел, либо там жить остальные люди. Ну, может быть, да. То есть здесь нужно понимать, что в квартирах может быть неприятный запах, например, который фото и видео вообще никогда не передаст. Вот, там могут быть насекомые, например. Ну, то есть здесь тоже, как бы, ну, квартиры могут быть разные по стоимости, да. Можно, наверное, где-то найти супердешевую, но это скорее знак вопроса, как бы, что с ней не так. То есть явно есть какие-то вещи, которые, возможно, ну, как бы смутят при приличном визите. А, может быть, не смутят при личном визите, но смутят в процессе жизни. Вот, так что, конечно... Или она может находиться еще. У нас сняли ребята недалеко от Лобоки, получилось, где парки. И она была огромной за недорогие деньги. И они поняли, что нет. Да, что район не тот. Уже в процессе, да. Район не тот, потому что далеко ездите, там, ну, пробки в этом районе. То есть, чтобы доехать до того же Палермо, например, там, Свист, Торнидад или другие госпитали, необходимо будет потратить 50 минут времени утром, например, в час пик, ну, и 50 вечером в обратную сторону. Но это уже существенно. Тем более, что город, в принципе, небольшой. Все очень близко расположено. Можно жить и пешком ходить до своего госпиталя и до парков. Вот. И в том числе, конечно, безопасность. То есть, все-таки, ну, приехать в чужую страну, не зная языка, и чувствовать себя неуютно, создавая себе, по сути, как бы, вот, да, не зная района, арендовать где-то, где тебе будет некомфортно выходить на улицу, но это, наверное, не самое лучшее решение. Сейчас мы с вами в двухкомнатной квартире. Двухкомнатными считаются квартиры с одной спальней. Соответственно, это гостиная зона. Обратите внимание, как много света и как красиво выполнена вообще группа с окнами, оформленная и зелеными растениями, и шахматами. Да, здесь такой экстравагантный стиль, действительно, немножечко, как будто из 90-х, да? Да, как будто к родителям приехала. Да, как будто к богатым родителям. Вот, к богатым, потому что здесь есть все признаки богатства. Здесь есть много стекла, что, кстати, в принципе, для семьи с детьми как раз-таки больше, скорее, минус, чем плюс. В том числе маленький столик журнальный тоже из стекла расположен, тоже очень такая опасная штука с острыми углами. Они типа закрыли острые углы. Да, острые углы их закрыли, но, тем не менее, да, если все равно в него стукнуться, то будет мне не очень приятно. Достаточно большой холодильник, и обратите внимание, здесь даже можно холодную, соответственно, воду подавать отсюда. То есть здесь подключен, получается, проводочек на питьевую воду, и можно сразу же подносить бокал, и у вас будет питьевая вода. Ну и вполне себе такая классическая спальня. Кровать здесь побольше уже, кровать побольше, телевизор тоже большой, комфортный, шикарный вид. По электрическим, получается, пультикам управления шторкой, который можно прикрыть и тоже сделать и блэкаут, и просторная гардеробная. Но сейчас там, я так понимаю, вещи чьи-то находятся, поэтому я, наверное, открывать не буду. Ну и расскажи напоследок нам про какие-то фишки, особенности отличительные. Большинство же едут с России, понятно, и все привыкли к российскому сервису. Это касается здесь не только квартир, с сервисом здесь хуже. Но раз у нас речь про квартиры, с чем ты сталкиваешься? Я сталкиваюсь с тем... Люди даже с чем сталкиваются, да? Что им приходится в голове сильно переключать? Я замечаю, что в основном в семье, которые только приехали в Буэнос-Айрес, им нужно время, во-первых, переключиться и немножечко привыкнуть к другому ритму жизни и к своей специфике этого города. В чем она заключается? В том, что по уровню сервиса я могу сказать, что, наверное, нет какой-то прям, как сказать, ну какой-то жесткой проблемы в этом нет, наверное. Риэлтор, например, может опоздать на 10 минут на встречу. Может быть, не знаю, там, та договоренность, которую вы заключили по квартире, она, например, не реализована прямо в этот же день. Ну вот, но, по крайней мере, они сообщают, когда они ту или иную вещь устранят. Они идут на контакты, это важно, и они, как бы, ну, правдивы. Сегодня мы посмотрели с Олегом и Аней несколько квартир в Палермо. Какие выводы мы сделали? Первое. Для семьи с детьми не подходят двухуровневые квартиры. Лестница может быть травмоопасной. Второе. Важно наличие двери в спальню для обеспечения тишины спящего ребенка. Третье. Важно наличие штор блэкаут. Они будут защищать от дневного света. Четвертое. Отопление. Обращайте внимание, хорошо бы, чтобы это был теплый пол или центральное отопление в доме. Пятое. Для тех, кто много готовит, лучше, если плита будет на 4 конфорки. Шестое. Обратите внимание на габариты кровати. Седьмое. Тишина. Обычно квартиры с окнами во двор или со стеклопакетами значительно тише. Восьмое. Наличие пандуса для коляски. Девятое. Размер лифта для вместимости коляски. Десятое. Наличие стиральной машины в доме или в квартире. Что еще хочется отметить, это то, что между квартирами до 1000 долларов и за 1,5-2, находящимися при этом в одном и том же районе, Не сильно большая разница. Конечно же, влияет на стоимость этаж. Соответственно, чем выше этаж, тем стоимость квартиры выше. Вид из окна. Оснащение дома дополнительными сервисами, такими как сауна, бассейн, тренажерный зал, наличие различных залов для проведения мероприятий и много-много другое. Наличие энкаргада в доме. Энкаргадо, о котором я сегодня уже рассказывала, это управляющий, он же портье, который может работать внизу при входе. А также территория дома и наличие на этой территории детских площадок. Вообще, планируя переезд в Аргентину, будьте уверены, что вас встретят здесь свои люди и улыбчивые, приветливые местные. Приезжайте радоваться каждому дню, просто дышать свежим воздухом в парках Буэнос-Айреса, исследовать разнообразные природные красоты этой страны и праздновать жизнь.